Маленькому Саше один годик и два месяца. Он совсем кроха, но уже довольно твёрдо стоит на ножках. Золотой ребёнок. Пришёл к нам из Балашики, привезли его. Мама его бросила. Он пробыл в больнице 17 дней. Людмила Дубровина в Витненском специализированном доме ребёнка работает 18 лет. Она медицинская сестра. Малышам делает массаж. Они зовут нас мамами. Их дорогов стоит. Люди к нам приходят и остаются на очень длительное время или же уходят от работы в час, день или месяц. Это действительно так, потому что работа очень сложная, работа необычная. Сложная, потому что здесь находятся дети с достаточно серьёзными диагнозами и подход к ним нужен особый. С 18 лет работает с такими ребятишками Татьяна Жукова. Получив специальное образование, она теперь педагог-психолог. Особенный ребёнок отвечает тебе тем, что он чему-то научился. Пусть не так быстро, пусть не так, как нам хочется. Но он научился, он тянет к тебе руки, он показывает всем видом, что он тебя любит. Это очень важно и самое главное в профессии. Сразу после окончания института в 92-м году Лариса Прохорова пришла работать в дом ребёнка. И так до сих пор здесь трудится. Первое время это, наверное, у всех такой синдром, хочется взять себе какого-нибудь ребёнка. И эта мысль, она преследует достаточно долго, пока ты не приходишь на следующую стадию и не понимаешь, что ты нужен здесь в другом качестве. В каком? Этим детям нужно наше внимание, время, забота, наши знания, наши энергии, наши силы. Около ста сотрудников учреждения, медицинские сёстры, воспитатели, музыкальные работники, доктора обеспечивают круглосуточное проживание, уход и лечение своим подопечным. У нас коллектив достаточно сложившийся. Наверное, это потребовалось много лет. И это заслуга, прежде всего, предыдущего руководителя Натальи Михайловны Бурцевой. Это заслуга главной медсестры Валентины Андреевны Жуковой, которая более 50 лет посвятила проблемам детей нашего учреждения. Нам сейчас надо всё это закреплять, улучшать, совершенствовать. Созданный в августе 41-го года по решению правительства Московской области Дом Малютки многократно менял своё название и профиль. Но суть и смысл его работы никогда не менялись. Ежедневно отдавать свои душевные силы, идти по пути добра и милосердия, помогать детям с ограниченными возможностями найти своё место в жизни. Людмила Медведева и я, Дамия, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.